Итак, остановились на алгоритме Шора, пока что на алгоритме нахождения периода. Итак, у нас была дана функция. Там у нас были сложности, где определена функция. Давайте все-таки она будет определена на множестве целых чисел. Но со значениями от единицы до n. Функция, которая на самом деле будет нас интересовать, это f от x. Это, допустим, a в степени x по модулю n. Итак, n-1 тут. То есть, в принципе, она определена на множестве целых чисел. Но понятно, что память компьютера ограничена. Мы не можем в прямом смысле работать с функцией произвольного аргумента. Должны рассматривать какой-то регистр конечной размерности. И надо найти период. То есть, f от x плюс r равно f от x. Причем, наименьшая r, которая обладает таким свойством. Именно оно и называется периодом. Предполагается, что такой период у функции 1. И алгоритм у нас выглядел следующим образом. Так, у нас был регистр из n кубитов и еще один регистр из n кубитов. Так, здесь у нас был 0. Так, и здесь 0. Так, регистры я здесь обозначаю квантовое состояние натуральными числами. Не двоичными строками, как мы делали раньше, а натуральными числами. Но понятно, что натуральное число вот в таком интервале может быть представлено в виде n битов. Записано в двоичном виде. И вот здесь, вот как раз, имея в виду двоичное представление этого числа, что это все-таки n кубитов, мы применяем n кубитное преобразование Адамара. И получаем на выходе сумму, единица на корень из n, сумма по всевозможным x. x от 0 до n минус 1. То есть смысл этой операции это создать суперпозицию всех возможных значений аргумента. Такой стандартный элемент во многих квантовых алгоритмах. Собственно, квантовый параллелизм как запускается. Суперпозиция всех значений аргументов. n большой это у нас 2 в степени n малая. Да, n большой это 2 в степени n малая. Да, я не написал, да, спасибо, что в прошлый раз это было. Сейчас я не написал. Да, это 2 в степени n малая, да, конечно. Так, потом мы подаем на функцию, вот на вентиль u. Так. После чего, ну мы предполагали, что мы измеряем значение служебного регистра. В принципе, можно этого не делать, потому что он нам не нужен. Затем мы применяем квантовое преобразование фурье и затем проводим измерение. Так, посмотрим, что... Так, ну вкратце повторим. Первую часть мы повторили, вторую часть, если здесь у нас 0, то вот здесь у нас будет сумма, единица на корень из n сумма по x от 0 до n минус 1 x на f от x. Но среди этих значений есть повторяющиеся, поэтому можно это представить как... Можно сгруппировать здесь x, который дают один и тот же f от x. И вот после измерения, вот в результате измерения, вот что ли, вот здесь вот, мы получим какое состояние? Мы получим единица на корень из a, на чем мы остановились, сумму по g от 0 до a минус 1 x нулевое плюс g r. То есть вот эти значения, которые отличаются на r, они дают одно и то же значение f от x. Поэтому если мы измерим значение служебного регистра, где записана функция f от x, у нас получится какое-то значение, ну в точке различных значений функции, у нас f от 0, f от 1 и так далее, f от r минус 1. Дальше значения начинают повторяться. Вот любое из этих значений, какое-нибудь из этих значений с равными, ну, неважно с какими вероятностями мы получим. И тогда, вот, какое-то значение f от x 0, и тогда вот этот регистр, второй, перейдет в состояние ket f от x 0. Идет проверка связи. Идет проверка связи. Раз, два, три. Раз, два, три. Идет проверка связи. Что ж такое? Так, какое-то значение f от x 0 мы тут получим. Регистр перейдет в состояние f от x 0, а первый регистр перейдет, ну, в суперпозицию. То есть останутся, выживут, как бы при таком измерении, выживут те элементы суперпозиции, которые дают заданное значение f от x 0. Это все значения x 0 и все значения, отличающиеся от него на r. a, это мы здесь писали, ну, примерно вот так вот, если что такое a. Примерно a, это n поделить на r. Ну, всего у нас n значений от 0 до n минус 1, и значения повторяются через r. Ну, значит, ну, так примерно, сколько всего повторяющихся значений будет? Ну, n поделить на r. Вот, ну, давайте напишем точнее. Все-таки, если r n точно делится на r, то, конечно, ну, a равно n на r, если n делится на r. То есть если n делится на r, то, конечно, ровно n делить на r повторяющихся значений и будет. А если не делится, то тут уже похитрее, но нетрудно понять, что это будет следующее, что n минус r, так, x0 плюс a минус 1 r лежит в следующих пределах. Это мы, в принципе, писали. Ну, как понять, чему равно a? А возьмем последнее значение, x0 плюс a минус 1 умножить на r. Вот оно. Оно меньше n. Ну, регистр вот этот, максимальное число здесь это n. n минус 1, поэтому здесь строго меньше n. А с другой стороны, оно должно быть как минимум n минус r, потому что если оно меньше, чем n минус r, то оно не последнее, у нас еще одно будет значение. Ну, еще один раз можно r прибавить, и мы не превысим n минус 1. Вот, поэтому вот в таких пределах. Ну, или по-другому можно переписать это так, что n поделить на r, может, не по-другому перепислили, как следствие, сейчас посмотрим. n поделить на r лежит в пределах от a минус 1 до a плюс 1. То есть, n, ну, если это не целое число, то оно лежит, если n поделить на r не целое число, то оно лежит между вот этими двумя целыми. Так, это следует отсюда или нет? Ну, вроде да, вроде с учетом того, что x0. Мне кажется, мы даже это разбирали в тот раз. Как это увидеть? Ну, скажем, вот так, x0. x0 плюс a минус 1r, что так, x0, так, это штука, оба, больше, ну, не меньше, чем a минус 1 на r, потому что x0 неотрицательный. А с другой стороны, а с другой стороны это меньше, чем n. Даже строго меньше, чем n, да? Так, ну, отсюда, да, делим на n и получаем, что n поделить на r больше, чем a минус 1. То есть, вот, вот это получили. Как второе получить? x0 плюс a минус 1r, значит, нам, значит, нужно, наоборот, с другой стороны оценить это, что это меньше или равно чему-то. Так, ну, напрашивается x0 на n, а, x0 на r, заменить x0 у нас строго меньше r. Тогда это, тогда это будет a, да? Если мы x0 просто заменим на r, здесь у нас x0 неотрицателен, а здесь x0 строго меньше r. Здесь будет у нас вот это неравенство применим, да? Это здесь будет n минус r. Сейчас, x0, да, n минус r. Так, и тогда поделим на r и получим вот это неравенство. Так что, да, так что отсюда следует вот это неравенство. Ну, меньше a умножить на r. Что? Меньше a умножить на r. Да, ну и как раз поделим на r обе части, вот, ну, крайние части неравенства и как раз получим то, что нам нужно. Так, r давайте аккуратно напишу. Да, спасибо. Так, и вот теперь мы работаем вот с этой нашей суперпозицией. Так, квантовое преобразование фурье, мы его прошли в тот раз. Это что это за преобразование? x преобразуется в единица на корень из n. Сумма по y от 0 до n минус 1. Так, e в степени 2π и xy поделить на n. Давайте так. Поделить на n ket y. И применим квантовое преобразование фурье вот к этому, к этой нашей дроби. Единица делить на корень из а. Сумма по g от 0 до a минус 1. x0 плюс g на r. Применим квантовое преобразование фурье. Будет единицы делить на корень из n а. Сумма по y будет двойная сумма. Сумма по g и сумма по y. поменяем их местами. Сумма по y от 0 до n минус 1. Здесь будет следующее. Так, ну я сразу в таком виде запишу. Е в степени 2π и x0 y делить на n на сумму по g от 0 до a минус 1. Е в степени 2π и r y поделить на n ket y. Так, ну видно, да? То есть вместо x вот здесь подставляем x0 плюс gr. Чем они отличаются? Ой, g, кажется, мы забыли. g здесь. Ну вот, да, вот он x0, а вот он gr. r. Все остальное у этих дроби, у этих экспонент одинаковое. То есть экспоненту так разбили на две части. Здесь зависящая часть от g, а здесь нет. И вероятность, определим теперь вероятность y. Вероятность y. это квадрат модуля вот этой суммы. Вот смотрите, да, вот так же можно скобки поставить. Видите, в чем суть? Вот y, это часть... Ой-ой-ой, так... Да, да, все верно. То есть здесь часть зависящая от g здесь выделили. И смотрите, то есть вот сумма по y, это фазовый множитель, он ни на что не влияет. Он на вероятность получения конкретного значения y не влияет. А будет, собственно, квадрат модуля вот этого, вот этой суммы. Помните, на чем я остановился, на чем мы остановились с вами в последний раз? Что я говорил, что от x0 надо избавиться. То есть смотрите, если мы будем, если мы, допустим, сейчас измерим еще и вот этот регистр, мы получим x0 плюс gr. Если бы кто-то нам гарантировал, что каждый раз при разных запусках мы будем получать один и тот же x0, то мы определим период. Сначала, ну, мы получим x0 плюс там сколько-то, одно количество периодов, x0 плюс другое количество периодов. Ну, сопоставив, мы поймем, там, найдя наибольший общий делитель или наибольший общий делитель, или наибольший общий делитель, что мы там должны найти от разности наибольший делитель, наибольший общий делитель. Я понимаю, я понимаю, много времени прошло. Вот. Ну, можете по видеозаписи вспомнить потом. Так. Итак, это будет a поделить на n. Давайте так запишем. a вот в таком виде. Здесь a поделить на n, а здесь будем единицы делить на a, чтобы a делить на a. a, сумма по g от 0 до a минус единицы, е в степени 2π и g, ry, ничего не забыли, делить на n, квадрат, ну, собственно, да, вот оно. Так, ну, вот если в квадрат возведем, а в квадрате я как раз бы а в знаменателе даст. Тут а тоже под корешком. Так. Ну, собственно, вот величина, которая нам будет нужна. И это, конечно, сумма геометрической прогрессии. Можно это записать в таком виде, как e в степени и а тета у минус 1 делить на e в степени и тета у минус 1, где тета у это 2πRy по модулю остаток отделения на n. Так, и делим на n. Ну, давайте так, записать 2π отдельно. Так. Ну, то есть, видите, i умножить на это число, вот давайте сейчас пока закроем по модулю n, 2πRy поделить на n. 2π, да, и минимую единицу мы отдельно записали, 2πRy делить на n. Это действительно, ну, множитель, как бы, геометрической прогрессии. А а количество слагаемых. Ну, поэтому по известной формуле суммы членов геометрической прогрессии получаем такую формулу. Почему я здесь написал модуль n, остаток отделения на n? Потому что только остаток имеет значение, потому что, ну, смотри, r и r целое число, и y целое число. Если мы добавим кратное n сюда, то n сократится, и будет 2π, и это единица. Поэтому имеет значение не само число r умножить на y, а только остаток его отделения на n. Вот. И что здесь нам важно? Что это и есть интерференция. Вот смотрите, складываются, вот для того, чтобы определить вероятность y, какие-то, ну, при каких-то значениях r эти экспоненты складываются и дают большую вероятность, а при каких-то значениях r, если на комплексной плоскости изобразить, это же корни из единицы, они смотрят в разные стороны и взаимоуничтожаются. А где-то смотрят в одну, примерно в одну сторону и складываются. То есть вот, собственно, интерференция. И нетрудно понять, что вот такая интуиция, которая у нас будет, что py велико для таких значений r, ну, при которых y r поделить на n близко к целому числу. y r, вот это, близко к целому. Если это близко к целому, тогда экспонента, ну, близко к единице. Ну, значит, здесь 2pi, и на g, и на почти что целое число. Вот, значит, это, значит, все эти значения близки к единице, и мы имеем вот такую картинку. То есть все эти экспоненты, ну, складываются, конструктивно интерферируют. Если это не целое число, тогда при умножении на g, вот возникает какая-то, вот возникает картинка, когда эти векторы насмотрят в разные стороны и взаимоуничтожаются. Наиболее выпуклое это свойство имеет место тогда, когда n поделить на r делится, n делится на r, ну, и тогда a равно, как мы уже говорили, n поделить на r в точности. И что тогда происходит? Тогда смотрите, так, r на n делится, и тогда θу это 2π, 2πу поделить на a. И тогда что у нас получается? Смотрите, p от y, вот я утверждаю, давайте запишу утверждение, p от y равно 1 на r, если y кратно a, кратно a, и 0 в противном случае, иначе. Ну, в самом деле, смотрите, если y кратен a, то есть, смотрите, r поделить, вот этот показатель можно заменить на это значение, вот r поделить на n, можно заменить на a в знаменателе. Если y кратен a, значит, показатель экспоненты пропорционален 2π. Ну, значит, здесь в точности только единицы, да? Согласны? Если r делится на n, то здесь будет 2π и jy поделить на a, и y еще и кратен a. Значит, здесь будет сумма экспонент пропорциональных 2π. Они все единицы. Значит, здесь сумма из a единиц. Вот. Сумма из a единиц. И получится вероятность единицы на r. Сумма из a единиц, то есть вот эта скобка равна единице. Так, а a поделить на n это как раз это единица на r. Вот. y кратно a. А если y не кратно a, то получается 0, потому что это в точности будет, ну, как бы сумма симметричных корней из единицы. Если формально, то так. Если y не кратен a, то θ y ну, не пропорционально 2π. Ну, то есть вот этот знаменатель вот здесь не обращается в 0. Здесь, да, вот так можно записать, если только знаменатель в 0 не обращается. Здесь, да, вот есть такая условность. Вот как раз если a равно n поделить на r и y кратен a, то эта формула, строго говоря, неприменима, потому что знаменатель в 0 обращается. Поэтому мы действовали непосредственно, мы работали непосредственно с этими экспонентами, что они все, это сумма единиц. Вот. А если y не кратен a, тогда это уже число, ну, тогда вот это экспонент отлично от единицы, поэтому знаменатель не 0, а числитель 0, потому что если мы на a здесь умножим, то будет 2πy, 2π на целое число. Поэтому значение, вероятность будет равна 0. То есть и так, если нам так повезло, что n у нас делится, на период, на неизвестный нам период, то в точности получаются y кратные a. То есть, вот мы, а, мы измерим, вот у нас, кто по интернету смотрит, не видят, но посмотрите в записях, на схеме после квантового преобразования Фурье у нас следует измерение этого регистра. Ну да, собственно, чем мы и занимаемся, вероятность y считаем, вероятность конкретного значения y. То есть, вот мы конкретное y получили, и мы знаем, что y это кратное число, кратное a. То есть, k, а, или k на n поделить на r. Здесь n мы знаем, а k и r, естественно, нет. То есть, y поделим на n, и получим k поделить на r. Давайте я даже выделю это. То есть, вот, смотрите, нам нужно узнать период. И вот мы узнали, не совсем период, а мы узнали дробь, в числителе которой неизвестное число, а в знаменателе период. Потом, сейчас, вот, я расскажу, как отсюда выводить период. за несколько запусков, за несколько, за несколько запусков этой схемы мы период узнаем. Ну, найдя, например, наибольший общий делитель числителей. То есть, если нам несколько дано чиселка 1 поделить на r, k2 поделить на r, k3 поделить на r, то можно там, из арифметики, выудить отсюда значение r. Это мы справимся. Вот, это в конце мы разберем. Вот. А сейчас мы будем разбирать, а что если нам вот не повезло, если n не делится на r. Вот, что здесь немножко нам надо будет повозиться. Но суть именно такова, вот интуиция, которая стоит, что нам нужно выудить, нам нужно выудить каким-то образом, вот это значение, k поделить на r. Если n делится на r, то мы его выуживаем сразу, потому что только такие у у нас и могут получиться. А все остальные у равны вероятности получения всех остальных у равны нулю. Если n не делится на r, то уже немножко ситуация портится, потому что здесь уже не точно ноль, а уже могут с некоторой вероятностью получаться и другие у. Но надо оценить эту вероятность, то есть показать, что она мала, и что все-таки с большой вероятностью мы получим значение, ну, какой-то, если не прямо, k поделить на r, ну, а оно уже, собственно, так в точности и не получится. Ну, хотя бы приблизительно, хотя бы что-то возле этого значения. И как все-таки потом выудить это значение. Так. Так. Продолжение следует... Ну вот отказываемся теперь от предположения, что n делится на r и, если угодно, может быть, лемма 1. Лемма 1, что существует по меньшей мере r значений y из интервала от 0 до n минус 1 из множества, точнее, целые числа, они вещественные, удовлетворяющие неравенству, следующему неравенству. Так вот, yr умножить на r по модулю n лежат в пределах от минус r пополам до r пополам. Это называется, ну, будем называть хорошие значения y. Хорошие y. Ну вот как раз о чем я и говорил, что там у нас только хорошие и возникают. Давайте покажем, почему это так. Как это можно переписать? Что значит по модулю n? Значит, существует такой k, что y находится в пределах от k n минус r пополам до k n плюс r пополам. Ну вот, собственно, это и есть остаток отделения на n. И поделим это на r. И получим, y лежит в пределах от k n поделить на r минус 1 вторая до k n поделить на r плюс 1 вторая. Вот если n делилось на r, то мы говорили, что y в точности равно k умножить на n поделить на r. Ну, для какого-то числа k. То есть в точности это равно, то есть все y хорошие. А теперь надо возиться. Теперь надо говорить, что мы можем получить разные y. У всех y вероятность не нулевая. Но нам интересны, пока мы не говорим о том, какая вероятность их получения, но нам интересны вот такие y хорошие, то есть которые примерно равны k умножить на n поделить на r. Вот. Почему существует, по крайней мере, r значений? Ну, здесь, собственно, простой факт. n поделить на r теперь не целое число. Ну, и k умножить на n поделить на r тоже не факт, что целое. Ну, как минимум, если мы вычтем одну вторую и прибавим одну вторую, ну, как минимум одно целое сюда попадет, для каждого r существует по меньшей мере r значений. Ой, то есть для каждого k от 0 до r минус 1, ну, как минимум одно такой y найдется. Может быть, найдется 2. Может быть, ну, если там, допустим, это в точности целое число, и это, и это целое, ну, значит, даже на каждой, на 1k и 2 найдется. Вот, но уж как минимум одно-то точно найдется для каждого k. Вот. Потому что в этом интервале, ну, целое число какое-то точно должно лежать. Так. И теперь нам нужно оценить вероятность. То есть задача, наша цель, оценить вероятность хороших y. оценить вероятность конкретного хорошего y или в целом, что нам один из хороших попадется. Так. Ну и такой, ну, лемма может быть достаточно элементарная. Так, ну, давайте все называть леммами, хотя некоторые факты совсем уж простые. Лемма 2. что если y хороший, то тета, вот тот самый коэффициент в экспоненте, тета y лежит в пределах от пи умножить, ну, от минус пи умножить на r поделить на n до пи, до плюс пи умножить на r поделить на n. Так. Так, это очевидно или нет? Собственно, тета y у нас чему было равно? 2 пи r y 2 пи r y. Так, остаток отделения на n поделить на n. Ну да, да, если y хороший, значит, эта величина лежит в пределах от минус до плюс r пополам. То есть, заменяем эту штуку на r пополам и как раз получаем пи r поделить на n. Вот, так что да, это, конечно, лемма это очень условно, это не то, что там что-то надо доказывать. Можно было сказать факт 2, факт 1, факт 2, настолько они простые. Ну, ладно, пусть будет лемма. Вот. О чем это говорит? Что слагаемые в нашей экспоненте лежат в одной полуплоскости. Вот у нас там экспоненты. Что, фаза? Так, там у нас мы умножаем вот эту тета, там у нас экспонента, у нас там 2π и тета у на g, где g меняется от нуля до а минус единицы. А это типа, ну, примерно n поделить на r. Так вот, это неравенство означает, что фазы находятся от минус π до π. В интервале от минус π до π при всех g. То есть, так, ну, немножко по-другому, чем я рисовал. Я рисовал, что все смотрят вбок, а тут как бы все смотрят, получается, вверх, в одной полуплоскости, раз фаза от минус π до π. От минус... Правильно, да? Так, нет, или я наврал сейчас. От минус π. Сейчас. Нормально, да? 2. Ага, так, так, так. А, вправо все-таки, да? Что-то еще меня смущает сейчас. π в квадрате, что ли, возникает? А, нет, это уже содержит π, да. Ну да, да. Это ситуация, в общем, когда все вектора расположены в одной полуплоскости и интерферируют. Так. Ну, может быть, нам сама по себе лемма будет не очень это нужна, но так, для интуиции. А вот следующая, пожалуй, нужна. Так, лемма 3, ну, тоже очень условно, что лемма. Так, что единица минус e в степени и тета не превосходит модуль тета. Почему? Потому что на картинке проще понять. Вот обозначим, вот единичный круг у нас. Единичный круг, единица, тут и, ну, то есть, ради участок единичного круга. И вот смотрите, вот у нас дуга тета. Вот у нас тогда число e в степени и тета. И тогда что у нас тут происходит? Единица минус e в степени и тета это расстояние по прямой. Вот оно. Вот единица минус e в степени и тета. То есть, расстояние по прямой между точками. и точкой единица и точкой e в степени и тета. А что такое тета? А тета это длина дуги. То есть, вот оно тета. Длина дуги. Но по прямой расстоянии меньше, ну, не больше, чем, во всяком случае. Можно, да, и строго было написать. В равенство это обращается только при тета равном нулю. Вот. То есть, длина по прямой не меньше, короче длины пути по кривой. Поэтому это равенство имеет место. То есть, тоже назвали леммой, но на самом деле оно очень простое. Так, а вот теперь будет чуть-чуть посложнее неравенство. Но только чуть-чуть. Может быть, разве что вот здесь слово лемма оправдано. Так, 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 так. Так, это мы оставим. То есть, квантовый алгоритм у нас пока кончился. Видите, началась такая теория чисел, теория оценок. То есть, что у нас, то есть, надо показать, что алгоритм работает. алгоритм лемма 4. Так, она заключается в следующем, что если а умножить на модуль тета не превосходит пи, то единица минус е в степени и а тета не меньше, чем 2а тета поделить на пи. Так, что здесь происходит? Вообще, что мы делаем? Вот смотрите, вот у нас вероятность, я не зря ее не стер, вероятность y. И нам нужно оценить вероятность хороших значений y. Вот интуицию-то мы привели, что они интерферируют, но все-таки как оценить строго? Но чтобы нам оценить, нужно эту вероятность снизу, то есть сказать, что p от y не меньше, если y хороший, то есть вероятность хороших y не меньше чего-то. Для этого числитель нам нужно оценить снизу, а знаменатель сверху. Вот в левле 3 мы оценили знаменатель сверху, что е в степени и тета меньше или равно тета по модулю. Теперь нужно оценить числитель снизу. И вот мы это делаем. Вот. Итак, докажем. Здесь нужно, ну давайте, какое-никакое доказательство. Ну, единица, распишем, единица минус e в степени и а тета. Можно представить, как, ну что такое, что такое экспонента. Косинус а тета, минус единица, плюс и синус. Так. И. Так, что-то со знаками сейчас посмотрим. Это тут все равно модуль. Можно минус и синус. Да, здесь я вроде как знак поменял, написал наоборот экспонента е в степени и а тета минус единица. А, тогда как раз плюс, да, все правильно у меня было написано. плюс и на синус и а тета. А это квадратный корень из косинус а тета минус единица в квадрате плюс синус в квадрате а тета. Или если мы возведем в квадрат, то у нас получится 2 минус 2 косинуса а тета косинус в квадрате плюс синус в квадрате единица и остается вот такой член. И по формуле понижения степени это можно представить как 2 синуса а на модуль тета напополам. и так надо показать что здесь надо показать задача к чему свелась что 2 синуса а тета пополам не меньше чем правая часть требуемого неравенства 2а на модуль тета поделить на пи так и как мы это покажем выполнено выполнено при у нас условие что а на модуль тета вот этот аргументик у нас который можно в принципе новой буквой обозначить что он по модулю меньше пи ну и конечно не больше пи ну и конечно не меньше нуля величина положительная то есть выполнено при крайних значениях при а тета равно нулю выполнено выполнено в виде равенства и при а тета равном пи вот при крайних во втором крайнем значении выполнено а тета равно пи значит здесь получается двойка а синус пи пополам единица здесь тоже двойка тоже выполнено в виде равенства И вогнутость, и вогнутость функции синуса, вогнутость функции синус x. Вот отсюда получаем, что, ну, собственно, выполнено всегда, выполнено всегда. Картинка такая. Вот у нас участок синуса, это у нас будет aθ, а здесь синус aθ пополам. Если это равно π, то синус единица. Это функция вогнутая, синус идет вот так. А здесь у нас прямая. А это прямая. Ну, поэтому даже геометрически можно, видно, что в крайних точках выполнено, а в промежутке синус выше. Ну, либо, если так абстрактно, с точки зрения абстрактной алгебры, ну, то вогнутость свойственна, вот, как это, без обращения к рисунку. Ну, что, и синус x вогнутый. Поэтому, что значит вогнутая функция? Это в теории, в квантовой теории информации выпуклость, вогнутость часто используется. Что вогнутость, это означает, что f от α x плюс 1 минус α y больше или равна α f от x плюс 1 минус α f от y. Ну, то есть, как бы берем центр тяжести, ну, два значения x и y и берем, ну, x как будто одну точку с массой α, а другую точку с массой 1 минус α. Берем центр тяжести и смотрим, чему сначала, чему равна функция, как бы, в этом центре тяжести, а с другой стороны, чему равен, если мы, ну, наоборот, центр тяжести из двух крайних значений функции. И вот для вогнутой функции будет неравенство вот такое. Ну, поэтому отсюда следует, что если вот неравенство выполнено на краях, то оно выполнено и в середине. Вот. Многое в квантовой теории информации показывается и свой свогнутости. Ну, это вы должны знать из курса Александра Семеновича, там, наверное, он постоянно использует вогнутость или выпуклость энтропии и так далее. У энтропии вогнутость, у какой-нибудь относительной энтропии выпуклость. Так. Ну, вот доказали. Доказали эту лемму. И теперь нам нужно оценить p от y. И вот я сказал, что мы как будто бы оценили, но не тут-то было. Вот я сказал, что наивно. Вот от знаменателя ценили, числителя ценили. Но обратим внимание вот на это условие. Выполнено оно у нас или нет. У нас было условие такое, что... У нас было... Так, давайте, я отчеркну. То есть, чтобы применить лемму 4... Применить лемму 4 необходимо... Необходимо иметь условие, повторим, а на модуль θ меньше или равно π. А у нас было... Вот не зря тут на этой части доски мы немножко повозились с границами на а. И у нас было условие, что а минус 1 меньше, чем n поделить на r. То есть, от это... От это... Это что? Это меньше, чем... Так, n поделить на r. Так, секунду. А, 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 тета меньше, чем n делить на r плюс 1 умножить на тета, естественно. Так, 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 так. Так, вот у меня здесь записано неравенство, что ты... Записано неравенство, что а тета меньше, чем π на 1 плюс n поделить на r. То есть, не в точности π, а π плюс... Ну, нужно, чтобы π было, а здесь у нас π плюс нечто. Так, ну почему верно вот это? Что-то я задумался. Тета. Можно ли сказать, что тета у нас меньше π? Ну, да, но если это если у нас... А, ну да, мы же хотим вычислить вероятность хорошего y, да, правильно. То есть, y не произвольный, а хороший. Тогда тета... Сейчас... Да, если это хороший y... Так, давайте тут сотру. Если это... Да, тут тета... Давайте так, если модуль тета, как он от нас тут требует, то модуль тета меньше или равен πr поделить на n. Значит, n поделить на r плюс 1 умножить на πr поделить на n. И тогда здесь будет π единица плюс r поделить на n. Вот, да, здесь я, наверное... Да, здесь я опечатался. У меня написано именно вот так, именно r поделить на n, да. Вот. То есть, немножечко не выполнено. То есть, строго говоря, это условие, ну, видите, досадно так немного не выполнено. То есть, у нас здесь не просто π, а π плюс добавочка. Поэтому надо действовать немножечко похитрее опять. Так. Ну, давайте действовать. Вот. Что π от y. Ну, давайте, вы можете еще раз записать, а я позволю себе прям вот это π от y у меня еще не стерто. Я позволю себе именно вот это равенство и продолжить. А вы, конечно, запишите. Что π от y. А, не π от y. Я здесь... У меня было написано правильное выражение π от y, а потом я это приписал здесь. Это, конечно, не совсем так. Здесь, во-первых, палки надо поставить, и, во-вторых, поделить на an, да. Там у нас был... Или, сейчас, или поделить... Там у нас как было? Да, поделить на an вроде бы. Ну, вот. И тогда... Так, и как мы тогда справимся здесь? Единицы делить на an. Представим эту дробь вот в таком виде. Е в степени и а минус 1 тета минус 1 делить на е в степени и тета, тета у, минус 1. Это значит, если у хороший. У хороший. То есть, не произвольный. Плюс е в степени и а минус 1 тета у. Ну, это... Давайте я тут сотру, чтобы это нам не мешалось. Все. Все, финал... Так. А, кстати, на палками квадратный нужен? Нужен, да, спасибо. Так. Ну, вот мы расписали эту дробь так. Если мы ее приведем к общему знаменателю, то, собственно, получим, что вот это с а минус 1 сократится, а возникнет е в степени и тета у. Теперь мы можем эту экспоненту вынести. А, нет, не вынести сейчас. Нет, мы по-другому. Что это больше или равно вот этой экспоненту е в степени и, ну, первого слагаемого, а минус 1 тета у делить минус 1 делить на е в степени и тета у минус 1 и минус 1. То есть вот так вот мы оценили эту разность, ну, что она в самом худшем, если мы оцениваем снизу, то в самом худшем случае это сыграет как минус 1. А, поделить на... Поделить все на... Квадрат же еще надо возвести, да. Так, так, так. Так, давайте я... Ну, да. Да, квадрат надо возвести. Значит, это в квадрате и еще делить на... Давайте я по новой напишу. Делить на а, н. Так, а здесь е в степени и а минус 1 тета у минус 1 делить на е в степени и тета у минус 1 минус 1 и все в квадрате. А вот к этой можно уже применить вот эту нашу оценку, потому что а минус 1 так, а минус 1 меньше или равно n поделить на r то есть мы за счет этого трюка а заменили на а минус 1. Но давайте еще раз проведем эту выкладку. а минус 1 на тета по модулю меньше, чем n поделить на r умножить на пи и на r поделить на n. И как раз нам равно пи. То есть в точности вот это наше ограничение лемма 4 теперь уже выполнено. И теперь мы можем применить эту оценку. так, я сюда перейду. Можем применить эту оценку. Больше или равно. Так, вот это. Единица на а n. Применяем оценку. Итак, числитель у нас в числителе у нас будет 2 а минус 1 тета по модулю делить на пи а в знаменателе будет а в знаменателе мы оцениваем сверху по лемме 3 это у нас будет тета модуль тета и минус 1 в квадрате так, ну тета сокращается как мы видим и получится единица делить на а n так, здесь будет 2а поделить на пи первое слагаемое и минус единица плюс 2 поделить на пи ну вот так вот получается, да так, ну вот здесь воспользуемся приближенным значением что приближенно давайте посмотрим так это или не так это 4 делить на пи в квадрате r то есть имеется ввиду следующее что а ну число большое то есть вот здесь главный член вот этот это, ну и смотрите это некая константа она вот нам интересны нам же интересны большие размерности они маленькие то есть а то есть главный член здесь вот этот и тогда здесь получается 4 а в квадрате делить на пи в квадрате будет 4 а поделить на n и на пи в квадрате а поделить на n ну это приблизительно единица на r вот здесь можно воспользоваться ну что опять если нам важна если нам важен порядок то так можно записать то есть n поделить на r n сейчас как там n поделить на a это может быть не в точности r но с точностью с точностью до ближайшего целого, это R. То есть порядок R. Согласны? Ну вот, собственно, это то, что мы хотели. И тогда вероятность отсюда следует, что вероятность того, что Y хороший, вероятность того, что Y принадлежит хорошим, что Y какой-то хороший, что она никак не меньше, чем приблизительно. 4 делить на π в квадрате R и умножить на R. Потому что хороших значений Y у нас как минимум R. Каждое хорошее значение имеет вероятность примерно вот такую. Это оценка снизу, как минимум примерно вот такую. А самих хороших значений как минимум R. Умножаем и получаем 4 делить на π в квадрате. Ну примерно, если так, численное значение это 0,406. Но не важно, чему именно оно. Важно, что оно не нулевое. Что мы сейчас получили? Что хорошее значение, какая бы размерность ни была у задачи, вот она растет, растет, а с вероятностью, ну почти 1,2, не важно, какая именно, что важно с фиксированной вероятностью, мы получаем хорошее значение Y. Вот это то, к чему мы шли. То есть вот я сказал, что нам нужно выудить, вот тут было стерто, k поделить на n, если n делится на R, то мы его сразу выуживаем, а если нет, то картинка портится. Но все-таки близкое к этому значение, надо перейти уже на ту доску снова, близкое к этому значение мы получаем с большой вероятностью. Так, вот собственно хорошее значение мы получаем с итог. Давайте можно даже это записать, что с вероятностью порядка единицы, порядка единицы, ну то есть с фиксированной вероятностью, не убывающей с ростом размерности задачи, то есть не убывающей. Получаем хорошее значение Y. Получаем хорошее значение Y, которое, ну не в точности, конечно, k поделить на R, но так туда-сюда примерно равно. И что же дальше? Дальше нам нужно позаниматься теорией чисел. Снова. Так, ох, зря я это... А, нет, нормально. То есть как выводить... Теперь на какой вопрос мы хотим ответить? Как вычислить... k поделить на n. Как, что там нужно вычислить? k поделить на R. То есть хорошо, мы получили, что Y там примерно, вот с точностью до там плюс-минус одной второй, вот, что он примерно в этих пределах. Ну, отлично, а как все-таки понять, чему именно равно k поделить на R? То есть следующая такая, следующая трудность, что с Y, да, мы поработали, что да, с большой вероятностью, ну, с порядка единицы, мы получаем значение Y, которое не так далеко от k умножить на n поделить на R. Но как все-таки вот это не так далеко, как все-таки найти-то в этом, пусть в ограниченном интервале, но то, что нам нужно. Вот смотрите, отсюда у нас что следует, что Y поделить на n, вот поделим обе, это неравенство на n, Y поделить на n, что оно лежит в пределах от k поделить на R минус единицы делить на 2n до k поделить на R плюс единицы делить на 2n. То есть можно сказать так, что Y поделить на n отстоит от k поделить на R не больше, чем на единице делить на 2n, где n известное нам число, n это разрядность, 2 в степени n маленькая, 2 в степени количества разрядов. Вот, n нам известно. И пусть известно, так, дальше продолжаем, пусть известно, что R, что вот этот период искомый, что он меньше m, а m в свою очередь меньше, чем корень из n. То есть n, как надо выбрать n? Допустим, нам известно, что период меньше m. Так, ну, например, вот если у нас функция a в степени x, вот я писал в начале лекции по модулю n, на самом деле, да, n по модулю m функция, тогда период меньше m, а n количество, это количество разрядов, это не с функцией связано, а с количеством кубитов в нашем компьютере квантовом. Вот мы n должны выбрать так, чтобы оно, чтобы n превосходило m в квадрате, ну и была степенью двойки. То есть m, вот это число, которое нам нужно разложить на множители, вот оно у нас, m это число, которое нам нужно разложить на множители будет. Мы его возводим в квадрат, ну и ищем степень двойки ближайшую сверху к этому числу. То есть вот, что такое n. Вот, и так пусть нам это известно. То есть, то есть k поделить на r это дробь, то есть k поделить на r дробь со знаменателем, со знаменателем не меньше, так, со знаменателем, ну меньше m. Раз r меньше m, значит r дробь со знаменателем, ну тоже меньше m. Может быть, если k на r не делится, если это взаимно простые числа, ну значит знаменатель будет r. Если они еще и не взаимно простые, если у них еще и делители есть, ну значит знаменатель будет еще меньше, если мы сократим. Так, два рациональных числа, знаменатели которых, каждого из которых меньше m, не могут быть ближе, чем на 1 делить на m в квадрате. Рациональных числа, знаменатели, ну давайте так, это не словами, это не словами надо писать, а математически. Так, если a делить на b и c делить на d несократимые дроби, несократимые дроби, причем b меньше m и d меньше m, то рассмотрим их разность a делить на b минус c делить на d, это приводим к общему знаменателю ad минус bc делить на bd. Это, очевидно, больше, чем единица на m в квадрате. То есть в числителе как минимум единица, а в знаменателе максимальное значение знаменателя это m в квадрате. Ну, значит, дробь не больше, чем, вот эта разность не меньше, то есть, чем единица на m в квадрате. Вот. Так, и что отсюда следует? И вот смотрите, давайте посмотрим, а теперь посмотрим сюда. У y знаменатель n, так, вот нам нужно, нам дано, вот смотрите, здесь нам что? Вот это нам дано, и вот это дано. То есть y мы знаем, это наш результат измерения, n мы знаем, n это параметр нашего компьютера, а вот это нам нужно найти, k поделить на r. Так вот, 2k поделить на 2, ну, смотрите, n это, ну, какое-то большое число, видите, оно больше, чем m, больше, чем m в квадрате даже, ну, не меньше, чем m в квадрате. То есть это у нас число с большим знаменателем, и нужно его приблизить, нужно найти, как бы, ближайшее к нему число с маленьким, ну, со знаменателем поменьше. Но, ну, отсюда следует, что k1 поделить на r и k2 поделить на r, что разность между ними не больше, никак не меньше, чем единица на m в квадрате. Так, а эта, а эта штука меньше или равна? Но, да, но y поделить на n минус k поделить на r меньше или равно, чем единица на 2m в квадрате. Это означает, что k определяется единственным образом, то есть k определяется единственным образом, определяется по y однозначно. k определяется по y однозначно, то есть 2k мы не найдем, потому что если мы найдем, ну, если мы найдем 2k, который удовлетворяет вот этому неравенству, тогда, ну, 1k отстоит от y на n на единица на 2m в квадрате, не дальше, 2k тоже отстоит не дальше, чем единица на 2m в квадрате. Значит, между собой они отстоят, ну, не дальше, чем на единица делить на m в квадрате, а это невозможно. А, ну, вот единственное, что тут все-таки где-то нужно строгое неравенство. Ну, давайте вот здесь, у нас же условие, что r строго меньше m, вот, поэтому где-то строгое неравенство должно быть. k определяется однозначно, если мы знаем, ну, в принципе, вот представьте себе, что там, представьте себе позицию пока не нашу, а позицию, ну, Господа Бога, который все знает, вот. Ну, y, k, k определяется, если дано y, и известно вот это неравенство. Ну, да, r, конечно, фиксирован какой-то, да, то k определяется однозначно, при фиксированном r, конечно, да. Ну, либо же мы просто перебираем отношение k, r и находим единственное образование. Ну, перебирать не надо, сейчас один вопрос определяется однозначно или нет, а второй вопрос, как его определить? Нет, 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 нет не знаем, но он какой-то фиксирован. При фиксированном r k определяется однозначно. Но мы его найти не можем, не знаю. А вот сейчас мы скажем, как находиться. То есть пока что важно, что при фиксированном r k определяется однозначно. То есть второе k мы такое не найдем. Вот. А теперь как определять? Для этого нам нужно воспользоваться методом цепных дробей, так называемых. То есть метод цепных дробей позволяет находить приближение, если он для иррациональных чисел, позволяет находить рациональные приближения. Ну скажем, для числа π там хорошо известны рациональные приближения с увеличивающейся точностью, которые находятся по методу цепных дробей. А если у нас рациональное число, то метод цепных дробей позволяет находить приближение этого рационального числа с меньшими знаменателями. Так, ну вот пример, то есть как найти, то есть k поделить на r находится по, пока да, дробь r нам неизвестна, но дробь, вся вся дробь k поделить на r находится по y поделить на n методом цепных дробей, цепных или непрерывных дробей иногда говорят, цепных дробей. Ну пример, на примере разберем. Пусть n равно n маленькой 10, значит n большое это 1024, 2 в 10, а m это 32, ну как раз корень из n. 2 в 5. А y мы получили, ну 139. Так, ну тогда y поделить на n это 139 1024. А нам нужно найти, ну приблизить это число каким-то числом со знаменателем, который не превосходит 32, даже строго меньше 32. То есть найти, ну ближайшее рациональное число, рациональное приближение со знаменателем меньше 32. Так, и как это делается? Алгоритм следующий. Так, и так имеем 139 делить на 1024. Переворачиваем дробь 1024, 139 и делим с остатком. 1024 делить на 139 это 7 плюс 51, 139. Потом, если мы вот берем, вот сейчас возьмем и выкинем вот эту дробь, то будет 1 седьмая. 1 седьмая. Это вот приближение к этой дроби, ну значит приближение к этой дроби. Но нам недостаточно этой точности. Приближаемся дальше. Равно. Продолжаем это равенство. Приблизительно равно 1 седьмое, мы продолжаем. Повторяем процедуру. То есть теперь работаем вот с этой дробью. 1 седьмая плюс переворачиваем. Единицы делить на 139, 139, 50, делить на 51. 1. Делим с остатком. Единицы делить на 7 плюс единицы делить на 2 плюс 37, 51. Опять, если мы вот это сейчас зачеркнем, вот эту дробь сейчас зачеркнем, то будет что? Единицы делить на 7 плюс 1 вторая, да? Так, сейчас, или что-то я напутал. 130. Да, вроде, не, все вроде так. Сейчас, 7. Да, все верно, все верно. 7 плюс 1 вторая. Или 2 пятнадцатых. 15. То есть следующее приближение с большим знаменателем получили. Вот, продолжаем дальше. Не приближенно равно, а равно опять. 157 плюс единицы делить на 2 плюс, переворачиваем дробь, 51, 37. Единицы делить на 7 плюс единицы делить на 2 плюс, делим на цел, делим с остатком, будет единица. Сейчас, ой, ой, я еще и написал. Единицы делить на 51, 37 плюс единицы делить на единицу плюс 14, 37. Опять, опять. Если вот этому штуку убираем, то это будет единицы делить на 7 плюс единицы делить на 2 плюс 1, то есть плюс 1 треть. Это будет 3 двадцать вторых. Мы все еще не превысили знаменатель 32. А теперь продолжим снова. Это будет... Так, давайте, знаете, чтобы тут уже мало места. Давайте я вот здесь продолжу. Единицы делить на 7 плюс единицы делить на 2 плюс единицы делить на 1 плюс 37 делить на 14. Равно Единица делить на 7 плюс 1, так, единицы делить на 2 плюс единицы делить на 1. Так, 37 и 14 это 37, ой, опять я тоже ошибку допустил. Единицы делить на 37,14. Так, единица плюс единицы делить на 1, так, и 9, да, сейчас 3, так, во-первых, 37, да, 14 на 2, 28, а тут 37, значит 9, 14. Так, опять эту штуку убираем и получаем, если эту штуку мы зачеркнем, единицы делить на 7 плюс единицы делить на 2 плюс единицы делить на 1 плюс 1 вторая. Так, что же у нас получается? Единицы делить, так, здесь, здесь будет 3 вторых, переворачиваем будет 2 третьих, 7 плюс единицы делить на 2 плюс 2 третьих. Так, 2 на 3, 6, 6 уходит в числитель, это значит будет единицы делить на 7 плюс, так, 2 на 3, сейчас, я ошибусь, сейчас, а в знаменателе что будет, что-то я за это, 6 в, а, нет, 3, да, 3 восьмых, да. Так, ну и, наконец, 7 на 8, 56, значит будет 8, а здесь будет 56 плюс 3, 59. Вот мы уже превысили, смотрите, мы уже превысили 32, это уже избыточная точность, то есть надо остановиться на предыдущем шаге, 33, 22, то есть k на r равно 3, 22. То есть, вот ближайшее число со знаменателем непревосходящим 22, не в 30, 32, со знаменателем непревосходящим 32. Тут следующая теорема, что, так, если, сейчас, вот такую теорему можно привести из теории цепных дробей, то есть вы можете спросить, а почему, то есть хорошо, мы нашли приближение, почему это обязательно k на r, но мало ли сколько еще может быть чисел, которые там отстоят от y на n, ну не дальше, чем на единицы на 2n, там, вот. Но есть теорема, что пусть x, x рациональное число, p делить на q, такое рациональное число, что p делить на q минус x не превосходит единицы делить на 2q в квадрате. Тогда p на q некоторая подходящая дробь. Для x. Ну, подходящие это и есть, ну, а вот каждый из дробей, которые мы получали, это и есть подходящие дроби. То есть, ну, оборванная цепная дробь, если вот мы вот берем и вот чем-то, что-то выкидываем, это называется подходящей дробью. Вот, то есть строго говоря, цепная дробь это что? Ну, все, цепная дробь это, если мы этот процесс продолжим, вот мы же этот процесс вот остановили, мы можем продолжать, продолжать, и для рациональных чисел он обязательно остановится, там, когда-то здесь будет единичка. И это будет разложение числа 139-124 в цепную дробь, то есть процесс дойдет до конца. Вот это, собственно, строго говоря, называется цепной дробью. А вот эти приближения называются подходящими дробями, потому что они подходят, приближаются как бы к нашей дроби. Ну вот, то есть, если нам дано, то есть, вот эта теорема говорит, что если мы, что k поделить на r обязана являться, обязана быть подходящей дробью, если она, если она отстоит от x, вот не дальше, чем на единице делить на 2m в квадрате. Вот. Поэтому, таким образом, мы находим k поделить на r. То есть, вот мы нашли k поделить на r. Так. Ну, первая пара у нас подошла к концу, давайте сделаем небольшой перерыв, минут на 5-10. Продолжение следует...